всем привет ну что ж кто пристально следит за моей творческой жизнью в вк и в телеге знают то что недавно я был на фестивале конкурсе областном звучит гитарная струна где мы заняли почетное второе место лауреата вторых взяла группа где я был в составе своими корешами твои комплексы и мои подопечные так скажем ребята группа момент взяли дипломантов первое место с чем я не очень согласен но об этом будет чуть позже а сегодняшнее видео будет идти и развиваться в двух направлениях я здесь буду вам говорить сидя на стуле и параллельно будет идти влог тот который я подснял в новом свете куда мы ехали если готовы погнали давненько не начинались мои влоги именно с этой локации потому что я сейчас иду ногами к нашему туровому автобусу пафос назовем это так да и тур будет состоять всего лишь из одного дня туда и обратно на фестиваль конкурса виа и рок-групп я уже высказывался не раз проведение данных мероприятий есть видосы но тем не менее едем сейчас на очередной из не были там четыре года по разным причинам он проводился потому что были ограничения с короной потом его как-то переносили заменяли на другой посмотрим что там возможно что нибудь поменялось лучшему либо осталось все прежде как всегда надеюсь не хуже но из приятного у них конечно там башка две башки 6505 с маршаловыми кабинетами главное надеюсь они никуда не пропадут и я собрался вот прям ортодоксально по олдскульному играть не процессор как обычно делаю а попробовать поиграть в бошку это влоги которые вы смотрите как мы готовимся с пацанами вот сегодня будет влог об этом как мы туда гоним изгоняли готовы тогда погнали ай-яй-яй какие нехорошие вещи ты делаешь первый раз в новом свете мы оказались на этом фестивале в 2018 году я туда приезжал еще только как руководитель не как музыкант в составе какой-либо группы и для меня это был второй вообще фестиваль потому что первый был в феврале восемнадцатого года волосова звучит киту по гитарная струна не надо писать мне про название фестивали я прекрасно знаю что это нужно поменять и звучит это не очень прям вот ласкательно уши но об этом тоже чуть позже я поговорю в этом видео хотя чего я буду повторять одно и то же по-моему я вот в этом видосе когда мы ездили на фестиваль ладожские баллады уже все все рассказал прибыли посвозь хватит в моем влоге свои сигаретины мелькать это нехорошо мне придется спойлер вешать то что здесь курит в этом влоге не курите это плохо вот видите владик не курит владик молодец и дима дима молодец дима голубец вот это гомосековская стать во во рту вот у них гомосековская перестать мы как обычно вот туда в уголок мы всегда любим в уголок наверное да чтобы наши непостыдные дела можно здесь было делать в целом звук в этом культурно-тасовом центре в новом свете он просто потрясающе мне он настолько там нравится мы сидели слушали как звучат группы и все было круто скорее всего это очень правильно подготовленное помещение там ковролинчик постелен который вот сжирает это все да и сам зал он как амфитеатр вот так вот вниз ну или вверх смотря откуда вы смотрите идут ряды и поэтому звук когда летит он не просто куда-то ударяется преломляется по тупому а вот ну все кто знает по поводу звука когда вот такие стены и какое-то вот такое помещение звук намного приятнее рассеивается мне нужно кого-то найти кому отдать чудо документы о нашем участии пошел искать где вы люди где не успел спасибо мальчишеские жалости день народного единства праздник большой истории праздник гордости за наше отечество мальчишеские жалости в идеале было бы если бы был отдельный фестиваль для ве куда бы рокеры вообще не ссувались и там было бы все по-своему свои атмосферы своим своими ништяками со всем вот этим и были бы рок-фестивале где было бы все по-нашему как мы любим немного странновато смотрится когда вот выступает ве выходит ребята действительно не одета как ве там пинджак бруки тухли а 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 честно говоря вот это больше соответствует наверное via я не без какого-либо пренебрежения к via я сам обожаю via мне нравятся старые такие как синяя птица лейся песня обожаю эти коллективы но когда у нас получается via и рок-группы вот кое-какой диссонанс все равно присутствует это вроде как бы и схожи между собой но в то же время это немножко другие миры и потом выходят эти все футболки грязные патлы и немытые длиннющие джинсы рваные штаны кожаные ну я утрирую но примерно нах пытаясь донести вот как мне лично кажется а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мы в первый раз попали в новый свет, для меня во второй раз вообще в целом, вот в, так сказать, в этом поле областных фестивалей в рамках культуры, я просто охренел, придя туда на сцену и увидел два стека Пиви-6505. Я такой, нифига себе, как жить-то-то можно? Прям загорелся до ужаса, и когда уже потом в 19-м году я приехал с художниками, что продали свои души, это был дебют для Коляна, для басиста, который тогда дебютировал, в художниках пришел на замену Сереге, и который со мной, плечо-плечо музыкальное идет сейчас, и в моем составе Фарнев, он играет Коляна, смотрит на тебя респект и большие симпатии музыкальной любви. Так вот, когда мы туда прибыли, я, конечно, все-таки использовал эти стеки, эти 6505 легендарные, не совсем по назначению. Можно сказать, как многие говорят, зачем ты портишь еду майонезом, я их испортил своим Line 6 HD Pod 500X, как он там назывался. Я взял свой стереосигнал из линии и воткнул просто в оконечники. Там что-то намудрил, отключил у себя кабинет, в общем, пытался что-то выдумать. И вот сейчас, в 23-м году, когда я приехал с пацанами, я решил по-трушному. Я взял на всякий пожарный с собой процессор, но я подумал то, что я хочу играть в ламповую голову. На-бум, настроил на-бум. Половину от балды настроил, не знаю, как будет, но вроде ничего. Вообще-то сказали, Владик, ты в ушки долбока. Не буду петь. Первая часть хуйня. Ты взял паспорт специально, чтобы купить это? Да, это деревня. Сейчас законы жесткие, йогурт у нас так не продают. Прикирни йогурта. Ряженка. Нифига, как ты закладываешь. Так, я это и не вытручил. Музыка. 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 Поделитесь впечатлениями. Влад постоянно потухал, мне это не нравится очень сильно, я этого не люблю. Эмоционально? У меня руки забились, как сам. В смысле, у тебя же одна татуировка. Где? Где за... Где одни забились? Брахнул провод очень сильно, и я забыл куплет перемен. В груди, и Ленин, такой молодой и юный октябрь впереди. А я постоянно говорил, что нужно было ее делать патриотичной песней. Лондон, конечно, тоже весьма патриотичен. Но Лондон даже более патриотичен в нашей ситуации. О, какой ракешник. Главное, свип я вроде сыграл. Не, ну я так где-то лажанул. А ты пенедры на мистер Кроуле лажанул. Опять гармонию просрал. Классический вариант твой. Если ты будешь ее играть всегда, так ты мне скажу, я тогда у себя партию поменяю. Теперь по поводу судейства. Я обычно всегда не доволен судейством. У меня всегда масса вопросов. Почему так? Почему сяк? Почему эта группа получила это место? Хотя вот это сыграло намного лучше. И это я не про себя, допустим, говорю. А даже если просто со стороны смотрю на какие-то группы. В этот раз я доволен, можно сказать, практически всем. Мы заняли второе место. И это действительно второе место. В рамках того, что там было, это было второе место. Первое место заняли ребята группы Витамин Ю из Волхова. И действительно почетно. Они по праву заслужили это первое место. Мои пацаны заняли дипломантов первых. Иными словами, это четвертое. Это как бы, ну так, ладно, спасибо, что поиграю. Но тем не менее, я могу судить только то, что я часть видел из зала. Часть я видел и слышал из-за кулис. Поэтому, может быть, не могу объективно судить. Так как еще сам являлся участником. Сам готовился. Может быть, где-то отвлекался. Кто его знает. Может быть, мы тоже говно на вентилятор накидали. И судьи решили так. Всего вам доброго. До новых встреч. Ну, еще последнее, что-то бомба. Опять что-то пикает. Все, мы сваливаем, мы сваливаем. Надо 100% как-то позвонить, узнать. Насчет волоса. Че? Будет ли суть или это? Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер». И мы, и мы покидаем тебя. Мчим в наш туровый паз. И домой. Ну, че, все. Хоть с чем-то, хоть как-то поздравляю. Это парикмахерши свои пишут. Итог этому видео и моей мысли я хотел бы сказать лишь одно. Я все равно рад тому, что проходят эти фестивали. Вне зависимости от того, получается ли организация, хромает ли организация. Или вообще что-то хромает, или что-то получается. Самое главное, они есть. И самое обидное, что их мало. По сути, у нас получается два фестиваля в год. И это направление нужно развивать. Это направление нужно как-то тянуть. И нам, всем, кто этим занимается, вкладываться. Я готов помогать, если от меня что-то потребуется. Я так, как человек, который этим живу, и плюс работаю в культуре, и работаю в культуре именно тем, чем я живу, я хочу, чтобы это развивалось и возрастало, разрасталось, принимало величие. На фоне всего этого я решил то, что художники, что продали свои души, должны жить. Возможно, не так сильно, не так углубленно, но и упор, это как бы я этого хотел, и то, что у меня происходит в Фарнев, это глубоко и упор, это какие-то сумасшедшие репетиции, досконально все играть и бла-бла-бла. Пусть немного полегче, пусть немного поспокойнее, потому что, как-никак, это обзывается самодеятельный коллектив. С художниками я себе поставил такую цель, то, что это должен быть образцовый народный коллектив. Так же правильно называется, да? На сегодня все. Все будет, но пока. Пока!